Ну и куда мы денемся без обзора матча между Крыльями и Зенитом, который состоялся в субботу. В субботу состоялся этот матч. Давайте его обсудим. А что там обсуждать? А есть Буратино, русские. А есть футболисты, братьевские, латиноамериканские. Все, между ними, не знаю, 50 миллиардов световых лет говна. Все. Ребята, вы хотите, чтобы русские футболисты играли? Хорошо, будет 1-5. А могло быть 1-8. Для меня этот матч, это именно разница между футболистами и теми Глушенковыми. Которые говорят, что они свое детство похоронили, занимаясь футболом. И вот теперь они должны получать высокий зарплат. Ну мы не умеем играть, но мы должны получать деньги. И вообще легионеров надо убирать, потому что надо поддерживать русских бездарей. Да-да-да-да-да-да. Надо поддерживать русских бездарей без толочей. Потому что это русские бездари. Правда, мы плевали на вашу страну, вообще гробу ее видали. Но вы должны нас поддерживать. Мы будем улетать за границу, мы вообще глажили на вашу страну. Но вы должны нас поддерживать. Вот, например, вот такая вот реакция на матч. Потому что я лично в гробу видал всех российских футболистов. Всех. Не одна. Всех. Возможно, там пеняют какие-то. Там есть шансы. Все остальные это дно без просвета. Вот. И матч с крыльями мы все это увидели. Ребят, хотите видеть хороший футбол, да? Покупать легионеров. Покупать хороших легионеров. Такие, которые сейчас зенит. Все. В принципе, зенит сейчас. Вот зенит, да? Что такое команда сейчас зенит? Это четыре игрока. Я могу их сказать. Это Малком. Это Клоунини. Это Бариус. Это Вендел. Вендел в матч с крыльями не играл. Вот захватило даже трех игроков. Бариус защищает центр поля как опорник. Вендел Малком. Это сугубо креативные игроки нападения. Все. Ну и плюс Вендел, конечно же, Вендел. Он Вендел не играл в этом матче. Вот и достаточно даже этих трех игроков было в матче с крыльями, чтобы просто проехаться катком по крыльям. Вот. Просто катком проехались. И разница, ну, просто колоссальная, конечно же. Когда нужно, там, зенит, они сделают. Соперники все, что угодно. Вот. Так что, ну, даже, понимаете, даже в Зените разница между вот теми четырьмя игроками, которые я перечислил, и всеми остальными игроками, она колоссальная. Просто колоссальная. Других игроков в Зените, в принципе, нет. Вот. Ну, она настолько колоссальная, что слов нет. Вот. И поэтому, ребят, я категорически против там вообще какой-либо лимит. Лимита вообще не должен быть никакого. Хотят 10 бразильцев или 11 в составе Зенита или там другой команды. Пусть играют. Пусть играют. Ну, потому что это будет футбол. А то, что мы вчера видели с крыльями, ну, мы показали уровень наших российских футболистов. Это были крылья. Это не были химки, там, торпеда. Нет. Это были крылья. Вот. И Писарский играл, ваш любимый. Писарский, который сменил фамилию. Сычевого на Писарский. Ну, и где это ваш Писарский? Что-то. Зимнее трансферное окно. Там орали, психовали, что ой. Как он мог перейти в крылья? Да, это вот Зенит все построил. Ну, как это дно игрок. Что вы пытаетесь? Когда там какого-то игрока появилась серия, вы сразу его там, не знаю, трогали. Пытаетесь из него какой-то топ-футболиста сделать. А помните о Галарова? Лучшим бомбардиром РПЛ был. Где он сейчас вообще? Где-то в Ахмате, да? Сидит на лавке. Или что он там делает? Фу, и о чем вообще? У нас нет и нормальных игроков. Слово совсем нет. Ну, Захарян, возможно, то возможно. Возможно, Пеняев. Ну, и все. В принципе, все. Больше нет. Все остальные игроки, подавляющие 90-99 процентов, это обычный бездарь. Совершенно безликий, бездарь. Вот поэтому, если вы хотите, чтобы ваши команды играли хорошо, так как и Зенит, просто набирайте хороших топовых игроков. Причем самое интересное, что достаточно хотя бы четырех игроков хороших. Четырех. Не надо весь состав, чтобы он был мега-состав, да? Вот на примере Зенита мы видим, что достаточно четырех игроков. Все остальные, они будут там как-то мелькать, не мелькать, да, там подыгрывать чему-то. Но в основном это четыре игрока. Это Клаудиня, Малком, Венделл и Баррис. Вот четыре игрока. Все остальное, это можете там, не знаю, из второй лиги пацанов набрать, из медиалиги блогеров набрать. Это не будет иметь никакого совершенно значения. Игра команды будет, например, такая же. Потому что четыре игрока, по сути, формируют всю команду. Ну и Малком, конечно, Малком. Ну что, Малком есть Малком. Всегда он был хорошим игроком, топ-ком игроком. 22 гола забил в этом чемпионате России, да? Возможно, уйдет зимой, возможно, не уйдет. Буду смотреть. Вот. Ну а так, в целом, конечно, Зенит. Зенит. Чемпион. Чемпион. Чемпион этого года. Чемпион прошлого года. И чемпион уже целой эпохи. Вот. И в следующем году, скорее всего, станет чемпионом. Потому что разница между Зенитом и остальными командами, она колоссальная. Просто колоссальная. Так что, вот такой у меня итог по матчу. Зенит обыграл крупно. Вернее, не Зенит, а четверо. Четверо латиноамериканцев обыграли Крыльев со счетом 5-1. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...